Минского завода нефтяного оборудования могут оказаться на улице. Предприятия под угрозой закрытия. Дело в том, что основной заказчик продукции требует перенести производство в другую регион, а также нанять на работу местные кадры. На передислокацию цехов намерены потратить миллиарды. В чем тогда выгода? И почему до судьбы сотен рабочих никому нет дела? Репортаж Ольги Литвиной. Работники завода пытаются отстоять свое предприятие. Многие трудятся здесь с самого основания. Еще неделю назад им обещали повысить зарплату со следующего года. Но радужные планы оказались под серьезной угрозой. Производство на грани закрытия, а рабочих собираются выставить за порог. Никому мы не нужны тут. Мы будем сами за свой завод бороться. Будем бороться? Это не дело. Так жить нельзя. Мы тоже люди. Мы тоже хотим все жить. Сейчас еще такое тяжелое время с этой пандемией. То, что даже если мы сейчас потеряем работу, очень будет тяжело найти. Многие ребята являются единственными кормилицами в семье. И воспитывают детей. У многих есть ипотека. Октюбинский завод нефтяного оборудования работает с 2001 года. Производит комплектующие для нефтяных установок. Поставляют их по Казахстану и за рубеж. Один из основных заказчиков, Узен Мунайгаз, приобретает до 50% всей продукции. В период пандемии партнер сократил объемы в два раза. Но завод все же остался на плаву. А очередной заказ от нефтегазовой компании стал полной неожиданностью. По его условиям цеха нужно перенести в Жанаузень. И трудоустроить полторы сотни местных жителей. В противном случае завод не сможет получить тендер. Контракт, который у нас Узен Мунайгаз предлагает, на три года 8 миллиардов 200 миллионов в деньги. И при всем при этом я должен из них, грубо говоря, 6 миллиардов потратить на строительство нового завода. Жанаузень. То есть, когда мне должен там взять людей? Извините, для чего мне эти 155 человек? Раз. И куда мне Актюбинс воздевать? В ситуации разбираются и местные власти. Чиновники заверили, завод останется в Актюбе. Перевозить производство на новое место будет слишком дорого. Те затраты, которые сегодня должен понести завод и предприятие дислокации, дислокации, это экономически сегодня нецелесообразно, где мы довели свою мысль до Самрук Казна и МПП Томикен. И отранно, что сегодня в рамках обсуждения данных вопросов Самрук Казна и Томикен поддержал эту позицию. Вопрос требует дополнительных обсуждений, пояснили в Акимате. Но если завод откажется от условий заказчика, тендер могут выиграть иностранные конкуренты. А если отечественный производитель лишится крупного покупателя, он будет вынужден сократить объемы и распустить часть сотрудников.